всем салам из солнечного зимнего февральского ташкента друзья это вот запись 2 февраля 1 февраля 31 декабря у нас был снег все замело по-ташкентски конечно вот немножко еще снег видно будет по дороге сейчас мы по локации находимся 23 вату дом номер 5 подъезжаем и далее поедем покатаемся в первой части по челанзару во второй части уже поедем в сторону центра такой вот ролик будет ну и как мы видим почему я говорю солнечный ташкент вот после такой зимы всегда у нас появляется солнце ну вот видите снег где еще тени ну еще лежит немножко но это было где-то до обеда съемки в общем после обед уже все растаяло ничего не осталось вот видите вот сколько снега выпало но это все конечно растаяло сейчас уже ничего нету сейчас запись виду это уже мой сегодня 5 февраля и прогноз завтрашнего дня уже сегодня уже тепло чуть-чуть но с завтрашнего дня уже обещает выше 10 градусов концу недели прогреется до 17 градусов по узбекистану в ташкент где-то обещает 15 градусов но мы подъезжаем перекрестку с ширин и здесь мы что наблюдаем вот этот светофор который здесь установили впереди нас это 24 квартал ну а мы вот едем в сторону перекрестка ширин слева нас вот девятиэтажка вот видите это вот у нас бывший магазин березка был под ним слева наш 23 квартал справа 24 квартал вот так вот выглядит ташкент вот такая вот у нас зима надеемся это может быть последняя хотя все может быть ну ближайшие 10 дней обещает теплую погоду но февраль тоже может чудить конечно будем надеяться что больше таких морозов не будет сейчас мы на перекрестке ширин такая вот прекрасная погода после после снега ну это как всегда в ташкенте бывает после непогоды всегда солнце светит что очень радует вообще ташкент последние годы стал очень солнечный ну вот еще снег можно видеть немножко лежит ну а это улице лутфи слева у нас аллея лутфи здесь вот тоже светофор поставили в общем очень много светофоров где вот пешеходные переходы установили светофоры ну а так я вот выехал это было пятница что меня удивило здесь вот обычно всегда были пробки вот именно по этой дороге вот вот фархазку здесь вот сбить а здесь никакой никаких пробок нету еще и пятница меня это все удивляло потому что когда снег шел я не работал не выезжал ну машин как видите не очень много и причину мы сейчас увидим когда будем возвращаться сейчас поедем в сторону спортивной школы-интернат и оттуда вернемся поедем в сторону мотан ксел шарк и оттуда но этот первый часть наша знает там завершится у нас сейчас справа г-9 а слева 13 квартал которые чуть дали период 14 квартал погода вообще было прекрасно но еще что я заметил и выехал таксовать и цены были просто ну очень такие вкусные цены были такси что я удивился ну ничего себе наверное работа пошла но я как сильно ошибался вот мы сейчас проезжаем перекресток чапаната так у нас слева бензоколонка вот ведь тоже что-то машин нету ни очереди ничего вот непонятно может бензина нет мой ну а сейчас мы на этом перекрестке повернем налево сторону набережные откуда мы уже обратно вернемся сюда вот эта дорога ну а вот за забором на и на это уже все территория республиканской школы спортивной школы интернат наверно я так думаю потому что это все наверно туда относится может а может здесь какая-то территория может быть промышленная точно не могу сказать но вот чуть далее там заезд въезд как раз в эту по моему спортивную школу интернат вот здесь вот слева ну а мы поедем прямо выйдем на ту дорогу которая ведет в нактопе но откуда мы обратно вернемся и суть очень много лежачих полицейских ну вот так вот выглядит эта часть города кто здесь жил могут посмотреть как все здесь наверное сильно изменилось ну а у нас уже немножко веет весной кое-где вчера прогуливались почки стали появляться наверно дело идет к весне ведь он зеленая травка тоже пошла в общем настроение поднимается понемножку ну вот здесь мы как раз таки и приехали здесь тоже какая-то вот промышленная территория что-то здесь есть я вот не знаю но отсюда мы поедем козылшарк как все называют кулистан по моему вот я тоже плохо знаю там катаканы козылшарк кулистан в общем в ту сторону и поедем ну и можете заметить солнце уже чуть выше стоит потому что когда прошлые ролики когда против солнца ехал щит темно было ну а летом классно снимать против солнца ездишь солнце высоко стоит и видимость хорошая а зимой вот низкое солнце и против солнца это очень плохая картина получается ну а мы едем обратно по этой же дороге выйдем на лютфи и поедем в сторону ватана и как раз мы увидим причину почему мало автомобилей немножко интриги я сам честно сказать даже не знал я спокойно выехал стал работать и удивился ценам на такси они были более высокий чем вот я рассказывал вам предыдущих роликах что очень низкие цены на такси но вот в этот день была вот такая вот ситуация ну на то были а к советские причины такое вот голубое небо ну вообще ташкент прекрасен сейчас мы его свернем и здесь ведь вот не хотят пропускать хотя они должны соблюдать правила дорожного движения ну а мы едем в сторону ватана это была пятница там тоже мне надо было прямо проехать в сторону катаканы но по пятницам там дорогу закрывается там мечети здесь все таки на бывший депо трамвайный там сейчас такая большая мечеть и там эту дорогу по пятницам закрывает и как раз мы сейчас туда попадем все это мы воочию увидим у нас право 14 квартал уже она и на 13 переходит здесь ну а дальше поедем в сторону фархадского вот так выглядит зима видите зелени нету можем видеть вот дома они все видите все покрашены и г-9 а и 13 квартал все красиво покрашены здесь вот тоже дорогу перерыли оказывается очень много аварий будет было вот за зиму с теплотрассы но не критично не критично это уже вот перекрытской фархадской слева у нас 12 квартал справа 23 квартал ну вот эта аллея она вот зимой конечно немножко пустую летом здесь будут уже теннисные столы стоять очень много прокат велосипедов детских машин такие будки откроются все вот эти с мороженым ну в общем будет очень шумно и света будет много вот так выглядит зимний ташкент февраль двадцать четвертого года у нас перекресток ширин слева у нас вот это собес под этой девятиэтажкой могут общежитие было или что слева у нас 26 квартал справа 24 квартал ну а мы подъезжаем кафе москва бывший кафе москва слева также там 107 школа чуть дальше вот так все здесь изменилось здесь очень много видите новостроек тоже вот их не видно было летом за деревьями слева видимо дома стоят здесь тоже светофор поставили ну а на перекрестке мне надо было прямо там уже дорогу перекрыли и пришлось повернуть налево объехать эту территорию вот мы сейчас на кинотеатр ватан эти дорога закрыта и здесь вот ведь здесь очередь очередь за газ за газ заправкой видите даже в 2 2 или даже вот здесь по моему 2 до 2 ряда полностью они они в общем стоят откуда я не знаю позже выяснилось что это очередь за газом а газ заправка закрыта не продавали потом мне попался человек который объяснил мне что давление снизилось и все газ заправки в ташкенте закрылись видите вот такая вот каша ну люди в надежде что откроют в очереди стоят хотя в тот день по моему даже не открылась сейчас даже не знаю открыли нет вчера вроде так я поискал по интернету немножко вроде бы начали продавать ну надеюсь завтра же дня будет тепло может быть свободно будет продажи ну а я после этого поехал в город и на этом у меня батарейка закончилась и я решил не не ездить вернуться потому что бензин дорогой я покупаю обычно самый дорогой бензин потому что у него более-менее ну а 80 ну а и 80 но зато он не эти форсунки не загрязняет другие вот эти с других заправок они все загрязняют я это уже на своем опыте знаю на этой машине поэтому я покупаю вот чуть дороже зато не езжу чистить постоянно вот эти форсунки потому что по своему опыту знаю что когда берешь вот эти государственные заправки он даже через неделю уже все машина троить начинает а почистить форсунки сейчас стоит 100 тысяч сумм так что невыгодно ну а мы заезжаем в этот в эту махалю вот я точно не знаю по-моему Гулистан да называется чуть дальше Козлышарк наверное вот кто знает подскажите конечно мы как раз направо туда заедем там школу ну на халя туда мы и заедем и на этом наша поездка завершится первая часть ну а дальше по второй части мы поедем уже в центр города в сторону 110 школы на улицу Якуба Колоса вот такая вот поездка ждет нас в следующем ролике ну а на этом ролике мы сейчас проедемся Надя мы сейчас здесь доедем вот Козлышарк к этим девятиэтажкам и на этом наш ролик закончится а в Гулистан мы поем во втором ролике значит получается да вот такая вот поездка у нас здесь мы вот сейчас заедем в эти девятиэтажки и всем желаю удачи добра здоровья берегите себя всем таких прекрасной погоды спасибо за внимание и до новых встреч пока друзья спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр st